Заседей я не подготовил, но к любому самому сложному вопросу есть всегда очень простой ответ. И поэтому сегодня мы с вами здесь поговорим о сложной теме и легкой теме. Эта тема, ну она с одной стороны приятная, с другой стороны неприятная, говорят про нее разное. И поэтому, ху, запыхался, еще не было у меня синтезической нагрузки, вот она появилась. Итак, тема наша сегодня, сегодняшняя работа с возражениями. Так, мне очень приятно, мне очень приятно, что такое большое количество людей, Франкфурт, Краснодар, Москва, Намибия, о, батюшки, я вышел на международный уровень, и этому очень-очень рад. Итак, давайте тогда, мне все понятно, здесь вы не просто так. И я обещаю вам к концу вебинара сказать о том, какой процент зарегистрировавшийся пришел сегодня, потому что это один из важных и нужных, интересных показателей. Ну вот для меня лично, я думаю, что для вас это будет просто любопытно. Итак, Великобритания, Таллинн, все, не отвлекаюсь. Давайте вот еще о чем мы договоримся. Мы договоримся о следующем. Я пока не буду обращать внимания на чат, потому что буду иначе отвлекаться. У меня масса интересной информации, мне хочется поскорее с вами ей поделиться. В конце я отвечу на все ваши вопросы. Я обещаю не уходить от экрана, покуда не отвечу прямо на все. Вот я вам еще вывел один слайд, где я так хитро смотрю. Он рассказывает обо мне. А есть ли, кстати говоря, с вас кто-то, кто меня не знает и видит впервые? Вот это мне прям любопытно. Напишите там впервые или поставьте плюсик. Мне любопытно. В Германии присоединилась. Красота какая. Наталья вот впервые видит меня. Слушайте, ну супер. Тогда есть совершенно новые люди, тогда я немного расскажу о себе. Павел Груздов, меня зовут, мне 53 года. У меня собственная компания «Стратегиям» и, по сути, 4 бизнеса. Это дистрибьюция косметики, интернет-магазин, собственный бренд косметики. И плюс я работаю тренером. Тренером я работаю уже 18 лет. Немножечко о моем жизненном пути. Он долгий. И вот тут так пошагово будет сейчас вам время поглазеть, кто я и откуда пришел. Родился в Магадане. Закончил первый университет и вырос, по сути, в Калуге. Часть жизни достаточно большую я прожил в Европе, конкретно в Швейцарии. Там я учился работать именно в дистрибьюции. Я работал на радиоведущем. И с момента переезда в Москву, я переехал в Москву в 2000 году, я пошел работать в компанию «Бабр». Там я обучился тренерскому мастерству. И, по сути, хотя жизнь моя вся была связана с продажами, но это все время было... Это не продажи для продажников. Это то, в чем я силен. Я помогаю людям научиться спокойно говорить о цене своих услуг. Цену эту называть с гордостью. Вот что мне очень хорошо удается. То есть тренером я работаю в 18 лет. В 44 года, когда мне было... Знаете, мне кажется, я тут истерии никогда не поздно. В 44 я открыл собственную компанию. Она называлась и называется «Стратегия Эмма». И, собственно, в 49 мне было... Это было 3 года назад. Мы 4 будет в этом году сделали собственный косметологический бренд. И в этом году я представляю вам... Да, мне сейчас месяц как 53. Я представляю вам мой онлайн-курс «Гармоничные продажи». Но сегодня мы с нами немножко в другом. Теперь давайте так. Мы всегда, когда мы с кем-то разговариваем, нам очень любопытно все равно узнать подноготную. Это и в вопросе с возражениями. Если я спрошу вас, кому вы больше возражаете, человеку, которого вы знаете и которому доверяете, или человеку, которого вы видите в первый раз, разумеется, вы скажете тому, кого мы уже знаем, с кем мы хорошо знакомы, когда есть опыт. И какой опыт у меня. Это вот часть кампаний из тех, с которыми я работал и работаю, тренировал и тренирую. Ну, я искренне верю в то, что сегодня принесу большую пользу и вам. А вот теперь, давайте так. Теперь я буду ждать ваших плюсиков, минусиков. Сейчас скажу, по какому поводу в чате. Итак, если вы любите возражения, поставьте плюс. Если вы не любите возражения, поставьте минус. Поехали. Пока вы пишете, я вывожу следующий слайд. И этот слайд... О-о-о! Так, есть у нас, слушайте, у нас есть любители с четырьмя плюсами. Давай мне возражения. Я все сделаю так, чтобы все получилось. Но по большинству людей, конечно же, возражения скорее не любят, чем любят. А почему мы, собственно говоря, его не любим? Об этом чуть позже. А пока что такое возражения? И большинство у меня... Большинство тех, кто приходит ко мне, это, конечно, сотрудники и владельцы предприятий индустрии красоты. Мне нравится этот ответ плюс-минус. Возражения не только у нас. Возражения вообще в жизни встречаются очень часто. Я попрошу вас написать «да», прямо если вы сами в жизни возражаете. Пишите «да». Если нет, вот вы всегда со всем соглашаетесь, тогда пишите «нет». А я пока перейду вот к одному очень интересному определению возражений из оксфордского словаря. Возражения, по сути, это не согласие. Возражения – это когда я говорю, спасибо, я подумаю, а я покупаю в другом месте, я не пользуюсь, я не ношу лы, я не катаюсь на лыжах. Любого абсолютно... Ой, Арина Николаевна, моя любимая, возражаю из вредности, чтобы понять, как человек будет реагировать. Вот, вот она хорошая штука. Поэтому возражение, первый наш с вами, первая установка – возражение – это нормально. Это не хорошо и не плохо. Это вполне естественно. Если у вас есть хотя бы какие-то сомнения, вы будете возражать. В связи с тем, что мы вообще, люди, выросшие на постсоветском пространстве, мы очень состенчивы, у нас много чувства вины и стыда, нам иногда неловко, и вот тут мы склонны согласиться и вильнуть. В общем, с этим много таких тонких вещей, о которых сегодня также будем говорить. А вот теперь смотрите. Арина Николаевна Лехтинова сказала, «Возражаю из вредности», чтобы понять, как человек будет реагировать. Итак, первая польза у нас уже была от сегодняшнего вебинара – возражение – это нормально. Возражение – почти всегда ничего личного. Так вот, почему клиент возражает? Вот, конечно, Сергей, есть люди, которые даже до конца не осознав вопроса, сначала говорят, нет, есть такие люди. Есть, у них это автоматическая реакция. Это люди, скорее, консервативные, ну, тут вопрос привычки. Есть люди, которые вообще, в принципе, любят поспорить. И сегодня будут техники, как работать со всеми комментариями. Так вот, почему клиент возражает? Почему он возражает врачу-посметологу? Почему он возражает кондитеру? Почему он возражает фитнес-тренеру? Недостаточно мотивации, пишут. Ну, сейчас вы будете писать ваши варианты. Мои варианты. Эти варианты не я придумал. Я напомню, что я веду тренинги в 18 лет. Из 18 лет у меня гигантское количество статистики. Так вот, человек возражает тогда, когда он не согласен с ценой. Человек возражает тогда, вот это тонкий момент, когда ему не нравится специалист. Вот здесь интересная штука. Может быть, и такое. Мы сегодня поговорим также о том, как нас воспринимают, как нас оценивают. Потому что любое публичное выступление, а даже беседа один-на-один с кем-то, это все равно публичное выступление. Вот хорошая мысль. Когда не получил достаточной информации. Абсолютно верно. Плохое настроение. Может быть, да. Хочет пороговаться. Вот об этом только что говорил. Да, и какое может быть. Вот вам еще целая куча. Не устраивает сам по себе продукт. Не устраивает. Я обещал много примеров из жизни. Я недавно покупал кофеварку. Я 20 раз ходил по магазинам. Пробежал туда-сюда. И, в общем-то, так как меня ничто не устроило, я купил в конечном итоге в интернете. Так вот, друзья мои. Природа возражений. На самом деле, тонкая штука. Хорошо, когда ты понимаешь. И я тут всегда рекомендую пользу. Фиксируйте возражения ваших клиентов, потому что вы их автоматически потом разовьете на группы. Возражения к продукту или услуге. Возражения ко мне. Возражения к цене. Возражения, может быть, к стране, производителю, ко всему, чему угодно. Вот тут такая вот история. В этом году у меня в мае пройдет курс по гармоничным продажам. И вот там мы этот момент разберем подробно, прямо-таки разжуем. А вот теперь помните, вы многие поставили минусики. Почему мы с возражением работать не очень любим? Я предлагаю вам сейчас попробовать. Чем вы сейчас более включены, ну какая у нас хорошая явка, чем вы более сегодня включены, тем больше пользы придет от сегодняшнего вебинара. Итак, почему мы не любим работать с возражениями? Да потому что мы знаем, что Арина Николаевна, недавно написавшая в чате, что она из вредности возражает, чтобы понять, как я, как человек, предлагающий услугу, будет реагировать. Да, один из вариантов. Очень хорошая история. Правильно, негатив. Мы боимся, что мы потеряем время. У нас тут масса причин. Вот мои, смотрите. Теряем ли мы энергию, когда работаем с возражением? Конечно. Конечно, потому что это требует доп. какого-то рассказа, еще чего-то. Иногда мне говорят, вы знаете, Павел, я вот думаю о том, а вдруг клиент прав. Я сейчас буду гнуть свою линию, а получится, что я не прав. И так может быть. Иногда нам просто лень. Знаете, мы в B2B-сегменте обычно говорим, если я предполагаю, что результат будет меньше, чем то время и силы, которые я затрачу, иногда мне просто проще отпустить. А вдруг все зря. Но здесь в конечном итоге может быть очень-очень-очень много вариантов, почему мы не любим работать с возражениями. Пока мы еще не в шагах. Но вот я говорю всегда, что осознание, понимание самого проекта, то, о чем ты говоришь и то, что ты делаешь, дает уже первый шаг к пониманию. Так вот, друзья мои, еще все предварительно, это еще не первый шаг. Что нам нужно сохранить, когда мы работаем с возражением? Это баланс благожелательности и уверенности. Когда возникает возражение, вы знаете, они же бывают мягкие, ну или такие простые, я подумаю, тра-ла-ла. А иногда бывают очень жесткие, иногда бывают в грубой форме. Ну, например, я предлагаю кому-то крем и говорю, ребят, вот прекрасный крем, убейте его, пожалуйста. Еще говорит, вы посмотрите на сцену и говорите, вы жестко реле, потому что золото с платьями намешано. Видите, как это все бывает. И это может для нас частенько звучать обидно. Мы показываем эту так называемую О-реакцию. И мы начинаем очень часто оппонировать, оправдываться, оскорблять, отступать. О-реакция. Хорошее понятие. Я его взял у Сергея Кузина, очень известного бизнес-тренера, кандидата психологических наук. Так вот, что такое сохранить баланс благожелательности и уверенности? Это значит не отреагировать на возражения первобытным образом. Наша стандартная реакция всегда бей или беги. Вот смотрите, иногда это даже не возражение, а безобидный вопрос. По теме возражений каждый день ко мне приходит премьер. У меня есть очень хороший товарищ, ведущий фитнес-тренер, один из ведущих в Санкт-Петербурге. Вот в своем инстаграме, вот это я сегодня с утра увидел за завтраком, видите, поэтому даже презентацию не вынес. Он пишет, вопрос пролетел, не знаю, что ответить. А его спрашивает человек, хотела спросить, тренировки платные? Смотрите, что предлагают люди. Простота хуже воровства. Это что? Это типичная О-реакция, это оценка человека, который спросил. Талантом тренировать даром не обладаю. А это что? Это оппонирование, если не оскорбление. Ой, наш искренний народ, видимо, все альтруисты. Вот такая вот куча, они все такого плана. Бесплатного у вас профиля хватает, тренировки нет, упражнения и движения платные, одно упражнение – тысяча рублей. В общем, начинается. Видите, как мы реагируем? Это О-реакция. Вот смотрите, Арина написала в чат, как я рад, что вы сегодня со мной. Да, в этом время действительно золото и платины – это большая редкость. Вот это что мы делаем? Это мы опять оправдываемся? Или тут может быть… То есть нам важно всегда понимать, что в любом вопросе, в любом возражении есть очень много эмоций. И вот в этих эмоциях есть одно очень маленькое ядро, которое нам и нужно понять. И нам нужно работать, реагировать так называемыми П-реакциями – принятием, присоединением, подстройкой, переживанием, предложением, прислушиванием и так далее. Запомнили, поставьте плюсик, разницу О-реакции и П-реакции. Плюсики ставьте, если понятно и запомнили, то что это следующая польза сегодняшняя. Уверенность, благожелательность. Что здесь важно? В уверенности вам нельзя скатиться в самоуверенность, а в благожелательности нельзя скатиться в лесть. Об этом подробнее сегодня, но сейчас мы переходим к первому шагу. Я обещал вам пять шагов к согласию клиента. И первый шаг к согласию клиента – отношение к возражению. Так вот, его не надо ни любить, ни не любить. Надо к нему относиться спокойно и нейтрально. Очень часто вот у многих из нас есть клиенты какого типа. Мы смотрим в запись, ну скажем, в салоне просто человек смотрит запись или доктор в клинике. Ой, блин, опять! Опять она идет! То есть мы заранее к возражению настроены очень-очень-очень негативно. И вот с этим всем мы идем навстречу. Что делать? Есть восхитительная техника. Так, сейчас вместе со мной, те, кто жарит котлету, убрали быстренько свои штоки, освободили руки, приготовили их. И сейчас вот так, смачно, с чувством удовольствия, хлопнем, потрем. Так, давайте еще раз. Хлопнули, потерли. Теплее становится? Да, однозначно. А теперь смотрите, что нужно сказать. Нужно сказать волшебную фразу. Родненькие вы мои. Итак, еще раз. Три-четыре. Родненькие вы мои. Когда я бегал вниз к работникам... Родненькие вы мои. Когда вниз бегал к работникам, я использовал мне эту технику, я нарявкал. Хотя должен был, по идее, бежать тоже с хорошим, с просьбой. Ну, итак, первый шаг отношения к возражению. Относитесь к возражению нейтрально. Олег едет и хлопает в такси. Это прекрасный тост. Кто вам может, Олег, запретить хлопать и в такси, и всегда? Так вот, разобрались? Отношение к возражению нейтральное, спокойное. Баланс, благожелательность и уверенность. Не бейте никого в ответ. Это трудно. Я согласна с тем, возвращаясь к первому шагу, что это тяжело. Вот кто-то пишет, поэтому я люблю онлайн-продажи. Там можно сделать паузу и умерить эмоции, верно? Но даже онлайн, когда люди пишут возражения, а в основном люди там не просто возражения пишут, а пишут такие вот штуки, то у нас в компании всегда запускают меня. Потому что я очень в этом плане, я не люблю слово терпеть, терпила, какое-то здесь страдание в нем. Но тут важно действительно выдохнуть, подождать, успокоиться, мысленно хлопнуть, родненькие вы мои. И я всегда очень спокойно пишу, потому что вот в этом самом возражении нужно попробовать найти рациональное зерно. За кучей эмоций. Да как вы смеете? Вы мне испортили праздник, не пришло вовремя. Вот вам про онлайн-продажи. Вот. Поэтому первый наш шаг в спокойное отношение к возражению и родненькие вы мои. Улыбаетесь? Улыбаетесь, если ставьте «да». Или можете какой-нибудь значок, те, кто смотрят с телефона. Движемся дальше, побежали. Второй наш шаг. Возражения бывают искренними, а бывают ложными. Можно ли определить искреннее возражение или ложное возражение? Я делаю паузу, чтобы вы подумали. Думаете? Тут есть несколько точек зрения. Есть точки зрения, которые говорят «задайте вопрос», «тралала». Но вот эти все задания вопросов и попытка вывести человека на истину, она уместна, пожалуй, что. В переговорах, когда, знаете, обе стороны заинтересованы, они вот за столом сидят, и мы пытаемся их сюда вернуть. И когда это где-то на полуходу, тогда это совершенно другая история. Так вот. Так вот. Есть очень интересное мнение. Нет ни одного, здесь у нас в работе с возражениями, нет ни одной догмы и ни одной стопроцентной работы пищей техники. И зря пришли те, которые ждут волшебную палочку. Палочки я не раздаю. Я и сам, у меня у самого их нет. Есть волшебные ручки, волшебный кофе, волшебная вода, а вот волшебных палочек нет. Потому что их нет. Потому что даже те фразы, которые я сегодня дам, вы не должны их выучивать и потом повторять. Вы все говорите своими словами. Вот тут, видите, как, конечно, можно, конечно, нельзя. Так вот. Очень интересное мнение. Все, что вам говорят клиенты, это ложные возражения. То есть, давайте так. Вот сейчас вспомните себя. Про скрипты скажу чуть позже. Вспомните себя, когда вы возражаете. Вы всегда прямо честно возражаете. Вот будем все пропускать через себя. Или иногда вы юлите. Ну, вот прям честно. Мы боимся иногда возражения. Да, бывает, и мы бывают. Конечно, конечно, конечно. Вот есть такая история, что даже близкие друзья, они всегда им вам ответить честно хочется. Поэтому есть очень любопытная мысль. Я с вами этой мыслью делюсь. Я ее знаю давно. И я тут с ней согласен в части. Но она мне нравится как мысль. Мы должны работать не с возражением. Потому что возражение – это лишь реакция на что-то, что происходит здесь. А работаем мы с человеком. Не с его словами. Не с его реакцией. Мы работаем с человеком. А как так можно, скажите? Как это вообще возможно? Вы должны всегда помнить о том, какую этому человеку вы несете ценность. Чем вы хотите ему помочь. Видите, я аккуратно говорю. Поэтому мой тренинг, который я веду 18 лет, и в прошлом году впервые, и в этом мае я перевел его на онлайн-рельсы, называется «Гармоничные продажи». Потому что это не скрипты. Скрипты – это не гармонично изначально. Но в них, опять же, ничего плохого нет. Так вот, друзья мои. Еще раз. Работайте с человеком, а не со словами. Работайте с тем, помните, что хорошего вы несете. Вот отличный вопрос. Если действительно дорого, все хотят Мерседес, а денег на ладу калины. В этом ничего плохого нет. Объясню чуть позже. Так вот, теперь еще один важный момент, которого не было в программе. Как вы думаете? Вернее, вопрос сначала такой. Когда мы работаем с клиентом, наша задача – клиента не оценивать. Согласны ли вы с этим? Сто процентов вы согласны. Потому что когда тебя оценивают, это жутко неприятно. И у меня огромное количество самого было случаев, и у любого из вас были случаи, когда как-то вас недооценили, или переоценили. И мы, работая с человеком, предлагая ему услуги, продукты, не знаю, плюшки продавая, тренировки, все что угодно. Стрижки, бритье. Мы вообще все равно, на что у него там деньги есть к вопросу. Нет этих денег, есть этих денег. Мы рассказываем о том, какую пользу мы приносим, и мы не оцениваем клиента. А вот клиент всегда будет оценивать нас. По каким параметрам? Давайте не будем мучиться. Нас оценивают по четырем основным параметрам. Вот это взято мной из ораторского мастерства. Любого оратора, спикера, а когда мы человек с человеком говорим, и вот когда возникает возражение, мы же тоже спикер, мы тоже оратор. Нас оценивают внешне, нас оценивают, как мы звучим, оценивают нашу логику, нашего изложения, и в конечном итоге нас или пускают в сердце, или нет. Это ни одного раза не сентиментально. Это действительно так. Вот вам более четкие параметры. Когда человек смотрит на нас, он нас... Мы сразу видим, уверен человек в себе или нет. Мы сразу... Он зажат, а неуверенность мы определяем по зажимам в теле. По мимике и жестам. Кстати говоря, о жестах очень интересная штука. Вот я склонен к достаточно активной жесикуляции, всегда с этим работаю, потому что человек, который размахивает руками, как мельница, только отвлекает нас от смысла. Это очень-очень-очень такая опасная штука. Это год. По... На слух. Мы должны звучать приятно. Приятно. У пять... Да, такое немножко неизмеримое. Приятно. Метра никакого нет. Но тем не менее. Насколько мы говорим, быстро, медленно, тихо, громко и так далее. Все вы знаете 100% о том, что лучше чуть громче, чем тише. Если вам что-то рассказывать, вы потеряли мысль, вам вообще больше ничего не надо. До свидания, счастливого пути. Вы хотите уйти. Затем, конечно, должна быть логика. Вот что такое логика рассказа? Я вам сравню это сейчас с тем, когда вам объясняют, как пройти в библиотеку или в ваш офис, или кому-то, когда вы идете на свидание в первый раз. Есть люди, которые могут четко и понятно сказать, встаньте спиной туда, право. Право – это, если вы правша, оторопа, которую вы пишете и так далее. А есть люди, которые говорят, слегка, чуть-чуть передвиньтесь, ну и так далее. И в конечном итоге случается и такое, что человек логически нам может быть непонятен, но он как-то нам в сердце нашем нравится. Поэтому вот вам следующая польза, дополнительная, кроме пяти шагов. А мы с вами прошли уже два и переходим к третьему. Когда возникло выражение «мне дорого», «не балбите, пожалуйста», еще что-то, у нас есть три пути. И очень, это возвращаясь к вопросу Серго, первый из путей – это «я иду по скрипту». Что это такое? Вам звонят и говорят «Здравствуйте, Банк Восточный, Павел Вячеславович, у нас для вас есть специальное предложение, вам интересно его послушать?» Знакома ситуация, кому знаком, поставьте плюсик. Или «Ночь продаж в салонах Вольфа». Мы звоним вам из службы телевизионных опросов. Вот, не понеслись плюсики. Вот тут люди работают по скрипту. Притом, это не обязательно, когда они вам позвонили. Бывает так, что вы позвонили, например, своему интернет-провайдеру, хотите поменять тариф или что-то, вам говорят, а вам надо, у нас есть спецпредложение по телевизионным каналам. Это вот совершенно недавно было, я менял тариф, увеличил скорость интернета. Мне говорят, вы знаете, вы можете добавить 200 каналов бесплатно. Я говорю, вы меня не слышите? я не смотрю телевизор. Я смотрю Netflix через Apple TV, я смотрю то, сё, ну и так далее. То есть, люди по скриптам обычно не слушают, хотя скрипты, конечно же, работают. Другой вопрос, вот он, вот он, ненавижу, не люблю, ужас, вот он проще, да, действительно проще, но когда нужен человек, запишу в чат, вызовите человек. Так вот, иду по скрипту это не наша история, это не гармоничная продажа, и поэтому мы сегодня об этом не говорим. Второй вариант, внимание, приготовьте ручки и тетрадки, очень интересный. Это работа с возражением по заготовкам. Иногда у нас может не быть времени, может не быть желания, у нас иногда как бы нужно быстро сейчас отреагировать. Поэтому вот они, те техники, с которыми иногда я работаю и сам. И вот здесь будут как раз техники, здесь будут трюки, здесь будут вот такие разные где-то, с моей точки зрения, чуть манипуляционные истории, и иногда, иногда они допустимы. Так вот, за то, например, напишите мне какое-нибудь типичное ваше возражение. Вот, пожалуйста, сейчас в чат, я на него отвечу с техникой за то. То, с чем вы сталкиваетесь чаще всего в последнее время. Я даже знаю, что вы напишите сейчас. Вы сейчас напишите дорого. Итак, жду первого сообщения. Давайте пока на дорого отвечу. Надо посоветоваться с мужем. Почему так дорого? Мне все нравится, но позже. У меня нет веро. О, отлич, прекрасный. Смотрите, давайте возьму дорого. И техника за то, за то настоящая. Дорого. Зато работает. Грубо? Да. Иногда нам надо тут же опять с ценой. А с чем вы сравниваете? Так часто говорят. Вот это еще одна техника. Я подумаю. Я говорю, так часто говорят. Каждый второй человек сейчас говорит о том, что ему нужно время на обдумывание. Видите? Это по сути не ответ. Здесь никогда нет. В части есть ответ за то настоящий. В части нет ответа. Когда я говорю, так часто говорят, вы неизвестны, кто мне об этом говорит. Мне не нравится ведь результат. Так время от времени. Я просто сказал, говорят мои клиенты. То есть, еще раз, вот это тот набор инструментария, который у вас может быть. На моем тренинге гармоничной продажи, который стартует 22 мая, я дам очень большой список готовых заготовок. Но вы и сейчас можете, потому что ведь начать их готовить сами, потому что хорошая мысля приходит, когда? Апасля. Поанализируя, вы записываете, складываете их, знаете, как поленец, как у меня рядом всегда лежит какая-нибудь книга, которую я хочу показать участникам семинара. Так у вас должны быть вот эти заготовки. А теперь, друзья мои, третий путь и гармоничный путь. Этот путь я называю беседой. Что такое беседа? И когда возможна гармоничная продажа и возможна ли она? Я очень счастлив и рад. И мне пришло такое ощущение, что в чем-то когда-то я дал этому тенденцию. 18 лет назад, когда я начинал работать тренером, проводил первые свои тренинги, я называл свой тренинг эффективные продажи. Видите, эффективные продажи. Под словом эффект, чтобы достичь эффекта, нужно сделать что-то. Он все равно предполагает некую работу или борьбу. А вот гармоничные продажи. Но слово гармония что предполагает? Борьбу? Нет. Баланс, спокойствие, равновешенность. Поэтому гармоничные продажи я сейчас совсем недавно услышал термин экологичные продажи. Это что-то, наверное, сродни. Но такое. Я думаю, сейчас к нему привыкнут и все начнут в одну дудудить. Мне приятно, что я был первым с гармоничными продажами. И напишите, пожалуйста, да, те из вас, кто у меня бывал. Я знаю, что много людей сегодня слушают меня, те, кто у меня уже бывал, и мне это всегда приятно. Гармоничные продажи это совсем другая история. Когда возможны гармоничные продажи? Они возможны тогда, когда у вас есть клиент, у него есть какая-то проблема. Это сейчас называют болью. Это сейчас называют, ну, это всегда была проблема, но боль как-то болит, и вы можете вылететь из человека и боль. То есть, вы можете дать ему то, что ему нужно. И вот тогда возможна гармоничная продажа. Но мы с вами сегодня работаем с возражением, помня, что наш был первый шаг и первая польза к возражению. Мы относимся нейтрально, спокойно, ни хорошо, ни плохо, не люблю вот этого. Ура! Возражение! Побежал я его! Скорее буду побеждать! Не надо! Спокойно, очень взвешенно и так далее. Следующий наш с вами шаг. Четвертый. Вот тут как раз моя любимая техника, которую я практикую всегда, возражение, принятие, исследование, ответ. Возражение, принятие. Что такое принятие? Давайте я откручу назад. Мне нужно принять, то есть сказать, человек, я с тобой не спорю. Вот то, что вы написали. У меня нет времени говорить. Ирина, конечно, мы сейчас все в безумном ритме. Видите, как я принимаю? Ровно три секунды мне нужно для того, чтобы показать вам ключевое, чем вам это будет полезно. Видите, чуть-чуть я тут ее подтормаживаю. Мне не нравится результат. Случается так, что время от времени результат нас не устраивает. Это может касаться любых областей жизни. Видите, что я делаю? Я принимаю мнение клиента. Когда я принял мнение, у меня есть время, и клиент позволяет мне задать вопрос. Если я поговорю с вами в следующий раз к вопросу, мне надо бежать. В следующий раз давайте запланируем две минутки, на две минуты больше, и поговорим об этом как вариант. То есть мне надо исследовать. Это слишком дорого. Любой нормальный человек заботится о цене и абсолютно адекватно искать тот продукт, который подходит тебе по соотношению цена и качество. А по какой цене обычно вы покупаете? Ну вот ответ зависит от исследования. Насколько надо это исследовать, зависит от принятия. Внимание, спойлер. Те из вас, кто вдруг не подписан на меня в инстаграм, Павел Грустов, я есть везде, и есть в инстаграме готовый ИГТВ часовой почти эфир про технику в ПИО. И я ее даю на тренингах, я ее давал в прошлом году, сейчас я вам дам кое-что новое, чего я не давал ни разу. Давно достаточно знаю, но это еще сложнее, поэтому готовы ли вы, пожалуйста, к сложностям? Готовы ли вы к сложностям? Срочно огромное количество плюсиков жду, потому что схема реагирования 5П это подстройка, парафраз, предложение, переход, послание. Как у любого Снаербера есть готовься, целься, пли. Готовься, мы с вами уже прошли это отношение к возражению, баланс, благословательности и уверенности. Целься, это будет подстройка и парафраз, и пли, предложение, переход, послание. Что мы помним, что в любом возражении очень много эмоций. Нам нужно достать оттуда вот это волшебное зерно пользы, волшебное зерно правильности, точности и так далее. Как это сделать? Мы помним, что нам не надо, нам не нужна о реакция, не оправдываться нехорошо, не оскорблять и так далее. Нам нужно вот оно, подстраиваться, перефразировать, предлагать, переходить и на послание. Так вот, человек говорит, не, ну это какое-то безумство. Вы знаете, в наше время нормальные люди никогда не купят крем за 20 тысяч рублей. Мне кажется, вы сдурили. Многие люди на это живут там месяц. Вот оно в возражении, близкое к конфликту. И наша задача подстроиться. Вот эта подстройка, это наша реакция. Те, кто пишет, пишите. она может быть в виде комплимента, она может быть в виде благодарности и она может быть в виде частичного согласия. Подстройка это не ответ. Это нам временно подумать и дать человеку понять, что мы с ним. Как я могу здесь сказать? Что было ключевое вот в том облаке, которое я сейчас наговорил? В том, что дорого. Вопрос цены. Не надо пытаться отвечать, если в вопросе или в послании человека возражений есть много, а так часто бывает, то в этом случае мы можем ответить не на то, о чем человек на самом деле спрашивает. Поэтому вот здесь моя подстройка будет такого рода. Я скажу, Валентина Петровна, мне очень приятно, что вы мне честно об этом говорите. Видите, как я подстроился? И тут, ребят, главное, и девчат, что помнить, что вы должны быть искренней. Все неискреннее там осталось, в даровах и в техниках. Есть очень масса манипуляционных техник. Вот давайте еще одно сейчас напомню, вернемся к этим пяти. Их часто дают, ну вот, например, вы можете в любом случае всегда сказать, есть две категории людей или два типа людей. Вот вы с кем-то говорите, говорите, давайте я вам предложу дополнительно к стрижке еще опыление суперспрейм для защиты от СПФ. И разошелся и потерял мысль. Верните меня на землю, простите, со мной случается. А, да, да. И вот. И человек говорит, нет, я не хочу и так далее. Вы можете сказать в этом случае. Все люди делятся на две категории. Те, кто делают только то, что они привыкли таких вот консерваторов. И те люди, которые дальновидные, они любят попробовать новое, они всегда готовы к развитию. Видите, что я сейчас делаю? Манипулирую ли я? Ясное дело. Работает ли эта техника? О, да. Очень со многими людьми. Но вернемся к нашей истории подстройки про фраз предложения переход послания. Итак, подстройка. Подстройка это когда, это не ответ. Это моя задача сказать человеку, что да, я здесь, я принимаю его мнение по сути и так далее. Дальше следует парафраз. Парафраз по сути, парафраз это уточнение. Мы можем уточнить еще раз вопрос. Это ни в коем случае не оппонирование, никакое не оправдывание. Наша задача любого парафраза перевести возражение из эмоций в рацию. И вот какое безумие так дорого да в наше время да это все такое прочее и всякая лабуда вы говорите сначала приняли как приятно что вы честны со мной. Спасибо. Не все люди это говорят. Многие говорят я подумаю и уходят. Видите что я сделал? Это была моя подстройка. С этим я говорю вопрос цены является ключевым. Верно? и когда человек да говорит то есть я жду от него такой угу реакции вот тогда от парафраза то есть подстройка парафраз это будет мое прицеливание я перехожу к вопросу пли предложение равно поставьте ответ предложение это и есть ответ и он должен быть точным и простым вот я скажу давайте я вам за 30 секунд объясню чем особенен этот продукт и человек говорит окей и вот и тогда я объясняю тогда я действительно гармоничен тогда мне дали право говорить тогда мне дали право что-то объяснять соответственно я делаю предложение то есть это есть мой ответ еще раз напомню он должен быть точным и кратким он не должен быть ни в коей мере двусмысленным ну и затем здесь у нас может быть переход что такое переход когда я дал ответ и говорю именно поэтому я уверен в том что или я убежден на 100% в том что в частности это означает что и тут идет мое послание то есть основной месседж именно этот продукт я вам и предлагаю давайте сейчас отыграем такую любопытную штуку я с ней уже несколько раз упомянул что у меня в этом году будет курс и также были желающие ко мне на курс пойти кстати напишите пожалуйста знаете что сделаем будем фантазировать и ес те кто хочет ко мне на курс гармоничные продажи продавать не значит впаривать я напомню он состоится в мае так вот я говорю ребят будет курс вы мне говорите Павел я как-то вот не очень сильно уверен в том я не из вашего сегмента вы знаете я ну блин я столько курсов уже прошел что вот эти все рассказы вот такие они видите да это возражение первое я что бы вы ни сказали потому что и у меня как у любого нормального человека есть довольные клиенты это очень большой процент у меня действительно большой есть недовольные бывают такие бывают на прошлогоднем онлайн курсе были люди которые написали ничего нового не узнала да у меня нет задачи дать вам новое моя задача научить научиться вы сможете научиться на моем курсе так вот вы сказали много-много-много всего и мне нужно подстроиться в этом случае я говорю как я люблю когда люди раздумывают перед тем как принять решение видите что я сделал я не сказал не не да не нет я просто подстроился я даю себе время подумать мне нужно перефразировать и мой парафраз будет вы уже бывали на курсах и остались ими недовольными человек говорит да я еще здесь уточню я говорю какого рода эти курсы он говорит ну вот я ходил к этому и вот я говорю о Семен Семенович мой курс радикально отличается от всего того что было раньше и именно поэтому видите где я сейчас я в моменте перехода и в частности это означает то что у меня большая степень уверенности в том что вы получите пользу от моего курса следующий шаг пятый я знаю я знаю что это тоже будет для вас достаточно шокирующим и сейчас очень необычным для тех из нас кто работает в сегменте B2B это нормальная практика у меня есть здесь сегодня B2B-шники и я уверен в том что они довольны еще раз услышав правду так вот вы должны всегда изначально когда вы готовитесь к клиенту вы должны иметь три плана у вас должен быть план максимум смотрите я всегда честен у меня стартует май курс есть ли у меня план максимум по его продажам есть понимаю ли я что я принесу этим курсам людям пользу абсолютно понимаю есть ли у меня какие-то сомнения и так далее в том что кто-то может остаться неудовлетворенным есть могу ли я удовлетворить всех не могу но все равно есть максимальный есть вариант тот который меня вполне удовлетворит есть минимум ниже которого я не готов опуститься но курс состоится в любом случае что бы там ни было в любом случае идя имейте три варианта хождения переговоров но если вы не переговорщик а просто косметолог парикмахер мастер маникюра педикюра все что угодно все те профессии которые сегодня звучали я уверен получают сегодня пользу от этого вебинара так вот друзья мои если нам отказали наша задача проанализировать будут ли нас отказы расстраивать отказы расстраивать какая хорошая штука сейчас почему уверен что он научится может он тупой и не способен усвоить информацию а я ему этой фразой даю тебе гарантию стоп Екатерина 2 прекрасно супер я искренне благодарен я гарантии никогда не даю никому это еще одна такая штука когда мне говорят а вы гарантируете я говорю нет когда я веду переговоры о тренингах мотайте все на вас все те личные примеры которые я обещал которые превошел они вам помогут и вы гарантируете то что у моего салона поднимутся обороты в три раза или там на 30 процентов я говорю а вы гарантируете студенту который поступает в университет что он устроится работать в Найтфранк нет я даю инструменты именно поэтому я не даю манипуляционные техники и не прошу вас их выучить я даю лишь варианты пути поэтому друзья мы отказали нам очень важно всегда проанализировать когда когда мы не анализируем не ищем ошибку или хотя бы не пытаемся ее найти вот эта сложная история мы тогда никогда не поймем почему любой специалист внимание любой специалист должен понимать почему люди приходят именно к нему любой специалист обязан это знать если он этого не понимает это очень плохо вы не знаете ваших сильных сторон и тогда на вопрос почему так дорого вам будет ответить очень сложно в доп.материалах моего курса есть такая штука называется она манифест доверия и вот с манифестом доверия мы работаем она вообще самооценку повышает эта техника тул как сейчас можно говорить как модно стало говорить ну ладно движемся дальше поэтому отказали анализируем и идем дальше обязательно анализировать каким образом не знаю что возражения имя миллион мы сейчас будем подводить итоги сегодняшнего вебинара я ненавижу воду я люблю все коротко по существу посмотрите вот в моих руках арты 52 причем марина улановская все время подготовила их для одного из вебинаров через 100 отказов получится получится да главное не тушеваться все бывает вам отказывали да мы не отказывали да расстраивался я да расстраивались вы да а со временем ты воспринимаешь это нормально спокойно конечно это все равно какой-то стресс всегда оставляет нам нельзя быть самоуверенным но тем не менее и так да вот вы сначала свое лицо в порядок приведите а потом уже другим предлагайте вот это все живые возражения которые мне присылали салоны и клиники и я их теперь использую в тренингах и буду использовать в онлайн курсе с этим можно работать можно можно работать не с этим возражением с человеком потому что у него есть какая-то причина возражения и финал и основное нам важно понять источник исходный код откуда ноги растут и тогда мы сможем помочь этому человеку не сможем понять не сможем помочь скрипты помогают понять нет это давление заготовки помогают нет это мгновенная реакция работает ли она работает и там и там работает не было бы скриптов если бы это не работало просто очень это люди труд которых я уважаю я бы не смог работать на холодных звонках это очень утомительно и это очень тяжело а вот мы с вами в гармоничных продажах поэтому нам легче и так пять шагов которые приведут вас к согласию клиента первый шаг отношения к возражению второй шаг определить причину истинное или ложное можно ли определить не всегда все ли возражения истинные нет все ли они ложные тоже нет но в большинстве случаев поэтому тут такая хитрая история определить вариант пути скрипты заготовки беседа беседуемы в гармоничной продажи затем из вариантов беседы с клиентами есть миллион если я целенаправленно оставил у себя открытой вкладку в гугл хроме вот вы вы же современные люди ткните работу с выражением получите вариант этапы работы выслушать осмыслить понять привести контраргументы предлагает нам инсейлз ойли знаменитый совершенно покажите выгоду спрашивайте начнете резюмируйте стоп давайте а я сейчас остановлюсь есть миллион вариантов я даю то что проверено мной клиентами и так далее возражение принятие исследования ответ есть у меня инстаграм техника 5п я дал вам ее сегодня что я делаю в случае отказа в случае отказа я разумеется анализирую и иду дальше теперь смотрите друзья мои я прошу вас вы можете написать у меня основное на 95% готово а сейчас я хочу попрошу знаете как есть такая фраза я ее очень люблю деньги это аплодисменты мира вам деньги это аплодисменты вам ваших клиентов слышали когда-либо такую штуку мне она нравится безумно иногда когда спрашивают те вещи которые у которые вот у Матвея были сегодня да бесплатно или не бесплатно там всякая прочая штука нам нужно на это тоже отреагировать конкретно да классные высказывания деньги это аплодисменты ваших клиентов вам и вот теперь смотрите мой курс начинается с 22 мая и внимание марш сейчас сначала расскажу о том чем он отличается о всех других курсах есть миллион тренингов продаж и там они даже называются акулы продаж волки продаж монстры продаж и там обычно какие-то страшные картинки в рекламе хочу ли я превращаться в монстра нет главное влезть в голову клиента не надо ко мне влезть и я не учу влезать в голову клиента я учу вот чему я учу тому как рассказывать о себе чтобы клиент по сути купил сам как рассказать об услуге как не бояться собственной цены вот сейчас я задам вам несколько вопросов первый вопрос бывает ли у вас так что вы бывает ли у вас неловкость бывает ли у вас опасение не покасаться навязчивым или навязчивой это просто то что мне говорят чаще всего вот у меня перед собой есть список самых частых историй вот оно понеслось первое бывает ли у вас опасение что я сейчас предложу а что про меня подумают а как меня оценят бывает вот с этим мы работаем на курсе мой курс в первую очередь для тех людей которые хотят чуть больше уверенности которые хотят чуть больше чего бы то ни было чего уверенности в себе уверенности в том как себя вести и так далее бывает ли у вас друзья мои что вы жалеете деньги клиента это еще одна типичная история которую говорят мне на тренингах и говорят мне 18 лет если бывает пишите там да плюсик бывает вот эта вся история если у вас бывает такое значит вам точно ко мне супер молодцы те люди которые пишут нет это бывает и у меня у любого адекватного человека этот момент проскакивает видите было раньше все равно где-то на подкорке смотрите как мне сложнее я же говорил сегодня я родился при коммунизме рос в перестройку учился работать в постперестроечный период потом я думал что я вообще видел уже все в жизни а потом пришла пандемия я увидел новое так вот сейчас я еще буду отвечать на наши вопросы перед вами то для кого курс он изначально в основном для специалистов индустрии красоты что будет на курсе на курсе будет вот что вы научитесь предлагать свои услуги легко вы повысите количество постоянных клиентов я в этом 100% верен когда вы гармоничны когда вы их не боитесь вам будет легче и вы повысите их количество однозначно что вы будете не давить не так далее вот Анастасия ты жалела деньги до курса гармоничной продажи молодец спасибо большое вылечите средний чек вы знаете меня очень часто обвиняют в том ну как мне говорят ты слишком сложно говоришь ты говоришь нечеловеческим языком мне так не кажется и я искренне верю в то что те люди которые приходят ко мне те люди которые слушают меня сейчас это умные люди вот это кстати говорят я это искренне честно но вообще такая штука относится к манипуляции сейчас читаю интересную книгу Никита Небряхина я манипулирую тобой уже порекомендую хотя пока только треть прочитал это манипуляция это лесть по сути те люди которые остались сейчас вот у меня ровно треть из записанных явка это большой очень процент это ваши мне аплодисменты еще и без и без денег даже и так техники которые я даю простые поэтому они повысят вашу уверенность и даже если будут отказы вы перестанете расстраиваться следующий момент следующий момент и да друзья мои сейчас тут появилась у нас кнопка слушайте я крутой у меня такая вот всякая методика сейчас я отдам отвечу там на все вопросы но друзья мои видите ли вы кнопку пожалуйста поставьте плюс мне это очень важно видите ли вы кнопку потому что по этой кнопке поэтому так отлично все Лена видит и Лена видит кнопку по этой кнопке вы проходите и мне очень приятно и честно вам сказать что вы первые видите мой сайт вы первые видите онлайн курс вы видите все даты они там абсолютно все есть курс начнется 22 мая он будет в очень комфортной форме проходить 5 суббот 22 29 мая 5 июня 12 июня 12 июня 5 занятий в каждом занятии будет 2 часа в каждом занятии будет 2 часа информация от меня плюс бесконечное практически время на ответ на вопросы я сейчас начну либо я начну их здесь в чате отвечать на них либо я начну отвечать там так вот друзья мои 5 занятий и разные материалы но будут доп будут допы их большое количество смотрите вы получите их в письменном виде когда курс начнется как писать письма отвечать на сообщения в соцсетях другая история очень-очень-очень интересная треугольник Карпмана я думаю что не все с ним знакомы как развить уверенность в себе стоп-фразы я обязательно вам дам в доп материалах манифест доверия это мой любимый инструмент техники работа с возражениями я вижу реакцию полный грузец автор класс да спасибо друзья мои но вот видите мы очень по поводу кстати кнопки спорили полный грузец насколько люди мне часть рискал Паш ну вот как-то вот немного несерьезно ты взрослый дядя большой уже пенсии на горизонте а ты все грузец ну потому что это правда это мой стиль я искренний я честный человек принцип определения цены работа сожжения называть знанием и так далее что сегодня у меня есть для вас сегодня и сейчас те кто купит этот курс сейчас вы знаете как я прям готов нажимаете на кнопку сегодня действует скидка 20% причем мы очень так а я сейчас буду смотреть подождите кто-то уже купил мне прям любопытно